Всем привет и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Юрий Рашкин. Путин отклонил просьбы о разрешении отступления войск из Херсона. Пишет New York Times, перевод Дмитрия Абрамсона. Ссылка на оригинал вы найдете в описании к этому видео. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, пишите откуда вы смотрите и слушаете нас. Ну а мы начинаем. Президент России Владимир Путин в последние недели более непосредственно занялся стратегическим планированием войны в Украине, заявили американские официальные лица, в том числе отклонив просьбы своих командиров на месте в разрешении отступить из жизненно важного южного города Херсона. Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить за Днепр, сохранив технику и спасая жизни солдат. Но такое отступление стало бы еще одним унизительным, публичным признанием поражения господина Путина в войне и принесло бы Украине вторую серьезную победу за один месяц. Херсон был первым крупным городом, захваченным россиянами во время первоначального вторжения и остается единственной региональной столицей, находящейся под контролем Москвы. Возвращение Херсона стало бы большим достижением для президента Украины Владимира Зелянского. Сосредоточенный на победе любой ценой господин Путин стал более публичным лицом войны, поскольку российские вооруженные силы все больше приходят в смятение, что вынудило его объявить на этой неделе призыв, который может привлечь к военной службе 300 тысяч российских гражданских лиц. В этом месяце Москва продемонстрировала, что у нее слишком мало войск для продолжения наступления. Она страдает от нехватки высокотехнологического, высокоточного оружия и не может завоевать господство в небе над Украиной. Но американские официальные лица, проинформированные о чрезвычайно секретных разведданных, заявили, что за кулисами Путин берет на себя еще более важную роль в войне, в том числе говорит командирам, что стратегические решения на местах принимать будет он. Хотя Путин принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию гражданского населения, его участие создало напряженность, заявили американские официальные лица. Официальные лица заявили, что неприятие Путиным вывода войск из Херсона также привело к снижению морального духа среди российских военнослужащих, которые почти отрезаны от линий снабжения и которые, похоже, считают, что могут быть оставлены в сложном положении против украинских войск. Ситуация в Украине явно динамична, заявил в пятницу в интервью председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. «Пока еще рано делать полную оценку, но мне ясно, что стратегическая инициатива перешла к украинцам», — продолжил он. Но он предупредил, что впереди еще, цитата, «долгая дорога». Конец цитаты. По словам американских официальных лиц, разногласия Путина по поводу линий фронта в Херсоне показывают, насколько критической является война на юге Украины для обеих сторон. Несмотря на недавние успехи Украины на северо-востоке, территория вокруг Херсона является важным театром военных действий, имеющим глубокие стратегические последствия для Киева и Москвы. Некоторые американские официальные лица заявили, что видят проблемы для российских военных на южном театре военных действий. На этой неделе высокопоставленный представитель США заявил, что на юге Украина находится на пути к повтору успехов, достигнутых ее силами во время молниеносного наступления на северо-востоке в начале этого месяца. По словам американских официальных лиц, если Украина отбросит российские войска еще дальше, то сухопутный мост, за который Путин с таким трудом боролся, соединяющий с Крымом, который Путин отвоевал у Украины и аннексировал в 2014 году, может в итоге оказаться под угрозой. Трение из-за Херсона – это лишь последнее разногласие между Путиным и его высшим командованием. По словам американских официальных лиц, высокопоставленные российские офицеры неоднократно подвергали сомнению ранние планы войны, особенно ее начальный этап, предполагавший быстрый удар по Киеву, столице Украины. По словам американских официальных лиц, российские офицеры считали, что Путин идет на войну с недостаточным количеством войск и вооружений. А беспокоенность российских офицеров оправдалась, и после поражения российской армии под Киевом Путин ослабил контроль над военным планированием. По словам американских официальных лиц, он позволил старшим генералам разработать новую стратегию, ориентированную на массированные артиллерийские обстрелы. Новая стратегия фактически представляла собой изматывающую войну на истощение, которое сыграло на руку российской армии и позволило ей продвинуться вперед на востоке Украины. С тех пор, как Путин приказал своим командирам продолжать боевые действия в Херсоне, российские военные пытались остановить украинские наступления. На прошлой неделе россияне взорвали плотину на реке Ингулец, чтобы затруднить контрнаступление. «У них есть подразделения, которые будут отрезаны и окружены, если украинские войска прорвут позиции», – сказал Сет Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований. И продолжил, «невозможно переоценить, насколько опасно их положение». Конец цитаты. Отступление за Днепр, скорее всего, позволит российскому командованию удержать линию обороны на юге с меньшим количеством войск. Это дало бы им больше свободы действий для переброски сил из Херсона в другие районы или для отражения Харьковского контрнаступления на северо-востоке, укрепляя оборонительные рубежи восточной части Донбасса или для открытия нового фронта на юге. Но Путин сказал командирам, что он сам выберет стратегию. Цитата. «В этой войне наблюдались постоянные несоответствия между политическими целями Путина и военными средствами их достижения», сказал Майкл Коффман, директор отдела исследований России CNA, оборонного научно-исследовательского института в Арлингтоне, штат Вирджиния. В важные моменты принятия решений Путин медлил, отказываясь признать реальность, пока его варианты не превращались из плохих в ужасные». Конец цитаты. Отступление российских войск за Днепр также стало бы решительным опровержением референдума Путина, о присоединении к Российской Федерации. Проведение такого фиктивного голосования является ключевой задачей Москвы. Предотвращение фиктивного голосования остается одним из главных приоритетов Киева. Официальные лица США говорят, что в связи с ростом недовольства в России и попытками мужчин призывного возраста бежать из страны, чтобы избежать призыва, Путин считает, что дополнительная украинская победа еще больше подорвет популярность войны. Это то, чем он не может рисковать. Видео, широко распространенные в Твиттере, после того, как Путин объявил о призыве, показывают, как разгневанных призывников ругают кричащие российские военные чиновники. «Время игры окончено!» – кричит один военный чиновник в одном видео. «Теперь вы солдаты!» Конец цитаты. Разговоры Путина с региональными военными командирами в Украине также могут быть частью усилий по получению более точных оценок военной кампании. В течение войны американские официальные лица заявляли, что Путин не получал точной информации от своих высших военных советников, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова. Помимо отказа в отступлении из Херсона, Путин поставил под сомнение усилия России по укреплению своих позиций на северо-востоке у реки Оскол, до которой в этом месяце дошло украинское контрнаступление. Путин, по словам американского чиновника, также выступает против отступления и здесь, потому что он не хочет давать Зеленскому что-либо, что выглядит как победа. Пока Путин требует стратегии неотступления, американские официальные лица заявили, что сами российские офицеры расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на украинские контрнаступления. Некоторые офицеры считают, что им следует жестко сопротивляться директивам Путина, прежде чем украинские войска прорвут их позиции. Другие считают, что смогут выполнить указания Путина. Россия продолжает сосредотачиваться на юге, несмотря на продвижение Украины к востоку от Харькова. Москва отправила некоторые подкрепления на северо-восточные позиции, но большинство из десятков тысяч военнослужащих, которые Россия переправила в район Херсона, включая некоторые из лучших подразделений, остаются на юге. Вы смотрите «Рашкин репорт» у микрофона Юрий Рашкин.